доброго вам времени суток дорогие друзья любители шахмат здесь на часками с вами говорит гроссмейстер алексей ермолинский сегодня вам расскажу что происходит в праге на турнире прагмастерс выходной день сегодня пять туров уже сыгварна и лидер единоличный лидер гроссмейстер из индии сантош видит сантош выиграл все партии белыми остановить его не мог никто победа над сэмом шайклодом маркусом рагером и последней партии над али резой ферруджи вывели его на 4 очка из пяти ну конечно еще все не решено в турнире осталось две партии 3-4 партии осталось сыграть из них две с непосредственными конкурентами никита витюгов и янг шиштоф дуда разумеется готова к борьбе за первое место но тем не менее задел сделан очень серьезный и давайте посмотрим как веди то удалось этого добиться в первом туре он играл шенкландом и вы знаете в круговом турнире очень важно хорошо стартовать но вы скажете в любом турнире важно хорошо стартовать но швейцарки наверное все таки конкуренты тоже выигрывают и в конечном счете стартовав лихо но потом приходится играть с очень сильными шахматистами как и в общем-то ничьи неизбежны где-то и поэтому другие наверное догонят в круговом турнире конечно все по-другому то есть жеребьевка то уже сделано на что не влияет просто у тебя больше очков но с другой стороны проиграть партию потом нужно догонять и непонятно как то ли вот рисковать и может еще хуже сделается из своего опыта я скажу что последнее время круговые турниры которые я играл я играю очень редко сожалению я стартовал с поражений и нелегко было ну что ж давайте посмотрим на партию значит d4 начал видит и пошли они в защиту немцовича вот здесь такой мув ход простите слон д2 ну раньше считалось что так совсем пассивно и у белых ничего быть не может но в нынешние времена вы знаете все рассматривается главное выйти на борьбу и немножко озадачить противника неожиданным ходом чем-то ответ шенк вонда был довольно логичным поскольку ставить b6 в немцовича дело совершенно законно контролировать поле е4 и потом d5 вообще эта система играется вода со слоном на c1 допустим убил сделана нормальная рокировка ну я сам так играла неоднократно можно так играть белые конечно играют a3 чаще всего но черные свода не отдает возвращаются в этой ситуации ну кажется какой проб может быть отхода свона d2 вот увидит неожиданную идею применил что-то разменялся владея c1 пошел владея е8 это стандартный ход надо подготовить кунь е4 в какой-то момент и обеспечить поле для отступления свода ну вот теперь кунь b5 ну разумеется можно было до 2 разменяться тут вопросов нет после чего ну можно и c6 проблем конкретных для черных нет но белым удалось разменять чернопольных слонов трудно было предположить что им удастся так легко избавиться от этого посевного свона на d2 и здесь в ответ на конь е4 белые могут просто пойти ферзь c2 другой конь немножко не успел поддержать товарища поэтому или меняться на c3 или что ходить ферзь е7 или f5 ну в общем все эти ходы имеют свои недостатки а самое главное что c6 то вообще закрыли слона ну как-то неприятно делать этот ход иногда его делать приходится но в общем и целом черные конечно хотели бы этого избежать но вот в этом идея была хода кунь b5 шанкман ответил резко довольно он пошел конь c6 но ход интересный теперь по тактике белые конечно не успевают ничего взять на c7 это кончится очень печально после такого хода потеряется все включая ферзя так что с точки зрения тактический ход конечно безупречный но вот после рокировки ушел назад слоном сэм шанкланд но позиция вот его коня на c6 наверное какая-то она необычная я даже сказал неудачно перекрыл своего собственного слона теперь надо 5 как-то ненадежно защищена поэтому логично было что после вот этих ходов черные решили конем отступить пошли на b8 чтобы вернуться на нормальную клетку на 7 ну так то ну конечно так но все-таки надо было мне кажется конь е7 рассмотреть придет конь на g6 ну может быть что-нибудь из этого получится все-таки он на корольском фланге если черным удастся потом пойти конь е4 может быть что-то удастся создать а пока поле е5 будет взято под контроль вопрос вот чем как играть на этот ход ферзь b3 можно ли ходить конь е4 я тут рассмотрел некоторые варианты и пришел к некоторым выводам не знаю правильно ли они или нет вы проверьте уж белых есть такой ход значит слона бить нельзя поскольку белые за двойную угрозу мата на h7 и вилки на f7 то есть это не годится но кажется катастрофа да всем зависло и е4 однако такой ход есть белый играет слон c4 но опять же здесь можно конечно пойти c6 но есть и другая возможность очень интересная опять же на тактике все коня конечно бить нельзя поскольку слон бьет h2 открывает дорогу ферзиута чтобы взять на на d5 вот надо рассмотреть как он бьет f7 теперь надо 5 возьмут шахом на что черных нет другого выхода как бить на h2 потом бить коня но вообще-то если здесь как-то все успокоится то у черных то будет хорошая позиция поскольку конь конечно шикарный на d5 и намного сильнее белого свона на d2 наверное проблему может быть только если белый успеет открыть центр и разрушить эту блокаду но вот по ходам на мой взгляд не получается у черных есть этот шаг очень важный и теперь ладья d8 защитили коняна d5 ладьяна и 4 прекрасно стоит но не знаю уж как тут все может все обернуться не очень не очень удачно для белых с позиционной точки зрения черные стоят блестяще ну разумеется варианты необязательны белому и ферзь b3 то не то чтобы так уж нужно ходить но все-таки вот конь е7 я бы рассмотрел а после конь б8 сюда но может быть надо было все-таки пойти конь d7 но конь е4 скорее всего не удастся поскольку пешка на d5 будет нуждаться в защите шенконт решил сыграть c6 но теперь ферзь b1 вот проблема хода c6 в том что ну может быть это ненадолго но по крайней мере в данный момент пешки на c5 не пойти поскольку там рентген против этого свона на b7 белым ферзем и конь е4 теперь не сыграть и более того белые могут сами прорываться ходом е4 но вот так и случилось можно катиковать ход свон c8 он выглядит искусственно но хотел как-то сэм шенкман перевести фигуры на более удобные позиции думал что ну как-нибудь переживу пережить не удалось то есть проблемой защиты пешки c6 он справился поскольку на тактике снова если белые берут то потом будет ну будет этот слон бьет h2 и ферзь d6 шах все работает все работает для чем но видит он не собирался вообще эту пешку бить он пошел в h3 вот такой вроде бы невзрачный но гроссмейстерский ход вот теперь проблемы то есть теперь там на c6 хочет взять сэм пошел вперед но после еще одного мало заметного такого хода воде и один трудности трудности продолжаются белые угрожают пойти конца 4 что не только это атака на слона и на пешку ну там еще возможность слон h7 потому что ладья не защищена в какой-то ситуации то есть ну вроде бы совершенно логичный ответ сдвоились но вот теперь откуда ни возьмись белые вдруг начали атаку на короля и до ферзи и до ферзи я прочитал комментарии на интернете что черным надо было ходить ферзи h5 ну я уж не знаю что они там приводили на мой взгляд в белых есть очень сильный ход слон g6 жертву слона чтобы вообще этого ферзя поймать наш 4 это ходить нельзя вилка ну а если отдавать ферзя ну тут совершенно безнадежно просто даже не на что смотреть так что не знаю я думаю что ферзи h5 не помогало и вообще уже ничего не помогало я думаю что позиция черных настолько уже скомпрометирована что просто невозможно выжать даже несколько ходов ну здесь до шен куда дошло что если он пойдет ферзи е6 то все равно ферзя он потеряет поскольку ну это или мат или ферзя отдавай так что ферзя отдал сразу но это совершенно проигранно никаких шансов тут нет видит достаточно энергично реализовал буквально в несколько ходов не церемонился пошел так ну что тут бить на c1 будет же ферзов 6 шах потом ладью возьмут сыграна еще была конь d7 но и вторая ладья поднялась на этом лифте как говорится но здесь пришлось сдаться шикарная победа прямо с дебюта почему прихватил он его ну играл как надо ну что ж время у нас еще осталось давайте вам еще покажу партию которую выиграл видит у ферриджи но с ферриджи какая история на этом турнире он о нем вообще разговоры не замолкают парень молодой растущий совершенно скоростными темпами вопросов нет уже где-то стучится в дверь где за которой элита прячется но пока еще в общем есть и другие шахматисты может быть не элитные уровни но достаточно сильные которые готовы этого молодца проверить ферриджи вообще попал в турнир в последний момент поскольку вы и не смог приехать ну все мы знаем что в китае сейчас происходит очень печально вот поэтому ферриджи попал в этот турнир в прагу и стартовал неплохо он выиграл кстати у харе кришны и вообще играл отлично и вот в этой партии в пятом туре она игралась во вчерашнем если бы ферриджи выиграл то он вообще бы вышел на первое место то есть ну вот как в такой ситуации играть против молодого и очень задеристого противника надо немножко успокоить его ну вот о чем я и говорил вот если человек стартовал хорошо в турнире ну что теперь не обязательно каждую партию выигрывать если противник ну сделается правильно сделать ничего ну что ж я сохраню свое лидирующее положение а если он рискнет где-то скажем так далеко слишком зайдет то можно еще одну победу зацепить но так и случилось чем-то в этом варианте ну ади отца один делается такой ход но пока слон же 4 не удачно выходить поскольку конь и 5 то есть слон должен идти на и в 5 но позиция вроде бы симметричная разница там ладья отца один или а6 ну разумеется черные могут здесь сыграть слон е7 но наверное почти равенство хотя белые где-то пойдут вот этим конем на цепять надо смотреть еще но был сделан ход ферзь б6 который кстати не новинка но ведет достаточно острым вариантом я просто не уверен в том что они в пользу черных забрал он пешку на б2 значит почему ферзь же так сыграл ну не только потому что он пешки любит или там считает что должен играть каждую партию на выигрыш конкретно я думаю что он опирался на одну партию которая была сыграна много лет назад противники были георг майер немецкий гроссмейстер и наш бывший миша гуреевич так вот у них было очень интересно значит майер решил что надо с этим своном разобраться чтобы пойти ладья бы один пешку отыграл ну вроде у белых все шикарно здесь последовал такой ход ну как-то уходить наверное ему не хотелось еще с седьмого ряда пошел ладья ц7 и здесь гуревич нанес ему страшные силы удар такой короткий но очень эффективный g5 но выяснилось что люди пешка на е3 висит а бить то нельзя поскольку слон д6 там на h2 чем вроде бы вот в один ход все повернулось пришлось майеру пойти ладьей назад на c3 ну завязалась бит битва не на шутку но в общем гуревич то партию выиграл ну хорошо может быть и так но вот видит опять же он готов он готов ко всему парень серьезно занимается и применил он новинку опять же небольшой такой ход а3 ну что теперь вроде пешку можно взять надо придется с качеством расстаться понимаете и смотря на эту позицию ну вроде бы кажется ну что два слона две пешки там пойдут вперед в любом эндшпиле но все таки есть еще проблемы скажем конь е4 или какой-то другой нормальный ход сделать нельзя поскольку белые заберут на а6 значит придется ходить скорее всего кони а5 тогда белые занимают эту позицию в центре вот не уверен я честно говоря не уверен что у черных здесь так хорошо и ферзь еще может где-то запутаться белые разумеется конь ц5 пойдут мне кажется у белых лучшим но все таки ну наверное надо было на эту позицию пойти поскольку то что сделали реза просто привело его не то что на на грань поражения да в общем то это уже их поражение белые спокойно пошли ферзь б3 напали на пешку ну всегда эту пешку как-то нужно защищать но теперь ферзь уже это сделать не может владея тоже не может пойти на а7 потому что владея бc6 и потом шах с б8 то есть это вообще не работает пришлось играть б5 тогда взяли и белые захватили линию ц с нешуточными намерениями пойти владея ц8 шах но здесь уже совершенно радикальные меры были приняты ферзи но даже они не помогли сначала он пошел е5 чтобы слона подключить защите поле ц8 но вот теперь понимаете на а3 даже он не мог взять там же страшный удар владея битов 6 теперь шах ну куда или на f6 возьмут или на f7 возьмут тут партия заканчивается вообще в несколько ходов чтобы пришлось еще пойти какой-то ход b4 который ну скажем так очень надежным не выглядит поскольку отдает пешку ну сантоши и спокойно забрал и теперь он просто готов идти в эншпиль поскольку у него подавляющее преимущество подумайте какой черным пешку пришлось отдать ходом е6 е5 теперь d5 слабость ну в общем в общем конец ну может быть и можно было бы как-то долго бороться в этом мэншпиле но после хода конца 6 выяснилось что еще и слон не может удержаться на диагонали где он должен контролировать поле е7 последний шанс ли а релизы вас такой был значит для релизы ну что-то устроить по первому ряду белом какой-то мат но решительный ответ же 4 это все пресек ну и после конца 3 сводов 1 черный теряет фигуру и вот такая замечательная победа ну что ж 4 из 5 лидер нам известен будем смотреть турнир дальше осталось еще четыре тура а вас я хочу поблагодарить за внимание с вами был гроссмистр алексей ромалинский рассказывал вам о турнире в праге ну что ж до свидания а Продолжение следует...